Начало российских продаж компактного Хавейла Джолион обставлено практически как мировая премьера, ведь в самом Китае продажи этой модели начались только в январе, и наш рынок – это первый из крупных зарубежных, если оставить за скобками Украину, куда кроссоверы везут напрямую из Китая. А для России Джолион выпускает завод Хавейла в Тульской области. Причем ради новичка пришлось снять с конвейера заслуженный рамный внедорожник H5, который не вписывается в долгосрочную стратегию. Всему виной новейшая платформа Лемон. На ней основаны уже три модели – собственно Джолион, который на родине называется Чулянь, то есть Первая Любовь, а также кроссоверы Дагоу, он же Большая Собака, и третье поколение Хавейла H6. Само собой, локализация одной модели в России открывает перспективы и для всего семейства соплатформенных машин. Когда же они приедут? Сборку Хавейла H6 тестировали под Тулой еще зимой. Я много раз говорил, что наша стратегия прозрачна, и мы собираемся представить пять новых моделей за три года. Сегодня мы открыли Джолион, первую из пяти, и готовим четыре остальные. Недавно запущенный в Китае H6 – это, вероятно, один из кандидатов, но пока мы это не комментируем. Однако мы точно будем конкурировать во всех кроссоверных сегментах. Так мы хотим достичь успеха на российском рынке. Занять все сегменты куда уж яснее. На большую конкретику мы не надеялись, как вдруг Жером Сего сотворил сенсацию. Могу рассказать о пикапе Пао. Он приедет скоро, и когда я говорю скоро, это значит до лета. Это будет вторая модель, которую мы запустим в этом году. Что касается Хавейла Биг Дог, то это исключительно интересный продукт, и мы серьезно изучаем возможность его запуска в России. Слушаем рекомендации дилеров. Итак, еще две новинки определены. Большая собака – это кроссовер на упомянутой платформе Лемон, с несущим кузовом, бензиновыми турбомоторами, передним или полным приводом. А вот пикапы Грейтвол Пао или Пойер, как их называют на экспорт, это более серьезная рамная техника. В Китае у Пао двухлитровый бензиновый или дизельный двигатель, полный или задний привод и два варианта колесной базы. Какая версия достанется нам, узнаем буквально через месяц. Напоследок добавим, что внедорожная платформа у китайцев тоже активно развивается. В Шанхае представлен отдельный бренд Тэнк с двумя концептами – 700 и 800, а младший Тэнк 300 уже поступил в продажу. Вывод этой марки в России наше представительство тоже рассматривает, но не раньше, чем успеха добьется родственный рамный пикап. Субтитры создавал DimaTorzok